И это некий Ваня. Я снова белыми. Так, у нас защита каракан, понятия не имею, как ее играть. Поэтому буду играть вот какой-то кривоватый вариант. И очень неудачный, потому что такой вариант надо было играть с расчетом на то, что соперник выведет куда-то слона на g4, на f5. Когда играешь и комментируешь, тогда волнение больше, оно преобладает. И поэтому зачастую делаешь ходы, которые, ну, в обычной жизни, наверное, не сделал бы. Так, слонов я, наверное, разменяю. Хотя у соперника плохой слон, поэтому если он захочет разменяться, я как раз-таки ему откажу все-таки. Передумал. Вот изначально хотел разменяться, а потом вот взял и на ходу передумал. Так, f4. Поле e4 ослабляется, но, наверное, в этом пока ничего страшного не будет. Так, а он двигает. Он двигает пешку и хочет побить. Если я не побью, он побьет, да? Ну ладно, его слон уже перестает быть таким уж плохим. Поэтому мы его разменяем. И коня куда-то закинем на e5. Так, и он хочет и ферзя разменять. Какой-то любитель все разменивать. Честно говоря, я сам любитель все разменивать, но даже я здесь не могу не отметить. Любовь к разменам со стороны соперника. Так, что нам делать? f5 проводить или не проводить? f5. Хочется провести. Ну давайте, если хочется. Почему же себе мы в этом должны отказывать? Так, f5 провели. Разменяли на e6 там где-то. Ну и теперь будем по вертикали, одновременно и по вертикали a и по вертикали f пытаться работать. Так, здесь сделаем так. Ой, как я не заметил пешку проиграл. Как я не заметил, что он напал на e5. Это обидно. Кажется, позиция теперь... Ну, плохая, плохая позиция. Откровенно плохая. И слона еще, видимо. Ладью, точнее, я зеваю. Ладью на a1. Все, беда, просто беда. И слона зеваю. Так, ладно, сдаюсь. В этой партии все зевнул, все отдал.